Вместо стартового комплекса стадион 16-й школы, вместо высокотехнологичных ракет самодельные. Например, это в основном из картона. Картонная бумага тоже картон, ну и стабилизатор. Это общее изобретение группы 4-й бригады делалось в течение двух целых уроков, ну четырех. Такие ракеты в 16-й школе ученики аэрокосмического класса делают прямо на уроках. На базе этого учебного заведения подобные запуски практикуют давно. Но с прошлого года мероприятие получило статус общегородского и превратилось в открытое первенство Благовещенска по ракетомоделизму. В этот раз за победу борются 17 команд из разных школ областного центра. Всего около 100 человек. В их числе Игорь Толмачев. Свою ракету он так и назвал «Толмачев номер один». Вот это вот пенопласт. Это на 3D принтере из пластика. Тут парашют. Тут обычные нитки. Там резинка. Ткань. Парашют. Потом теплоизоляция, чтобы не сгорел парашют. Для Игоря это первый пуск. Он занимается в Кванториуме 28. Там на занятиях тоже делают ракеты своими руками. В этом деле немалую роль играет вес летательного аппарата. Поэтому ученики 27-й школы свою ракету распечатали на 3D принтере. Говорят, весит она чуть меньше 100 граммов. А значит, точно должна взлететь. Получается, идет конус. Сам цилиндр мы делали по отдельности. И основание. Сделали для запуска двигатель. Делали из серых спичек. Быстрее, выше, сильнее. Этот лозунг вполне можно применить и к соревнованиям по ракетомоделизму. Перед запуском ребята волнуются, пожалуй, не меньше космонавтов. И втайне радуются, если ракета соперников так и не взлетела вверх. Знающие люди скажут, мешает ветер. Но судьи непреклонны. Взлету хорошей ракеты ничего мешать не должно. Союзы тоже приветствуются, пускают настоящие. Что ж теперь? Отменяться, что ли будет? Так же и соревнования. Оценка производится по дальности полета ракеты. То есть засекается время с момента пуска и момента приземления. Тут много факторов, которые должен спортсмен учитывать. Это и сделать качественно легкую ракету, и правильно стабилизатор, и хороший парашютчик раскрывался. То есть много нюансов, которые дети уже сами творчески мыслят, исходя из опыта, который сейчас они получат. В итоге победу одержала команда 16-й школы. Но первое место не главное. Ведь запустить собственный летательный аппарат, пусть не в космос, а всего лишь в небо, уже большая честь.